приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы вспоминаем и чтим совершенно уникального человека святителя димитрия ростовского того самого святителя димитрия который порадовал всю нашу церковь тем что он описал все жития святых вот представляете на каждый день года и каждый день там даже не одно житие святого встречается и вот представьте себе что он более 20 лет своей жизни посвятил этому масштабному труду и весь он погружен был в жития святых людей да а вот когда мы соприкасаемся с каким-то человеком вообще изучаем его жизнь то мы соприкасаемся с духом этого человека а вот когда мы соприкасаемся с житием святого человека то мы соприкасаемся с чем на самом деле с духом святым с духом божием который просветил этого человека и поэтому вот вся жизнь самого святителя димитрия ростовского она была срастворена с духом святых людей да это благодать божия которая осеняет святых людей и вот он в этом как в таком необъятном море благодати Божией ежедневно купался, погружался в него, и этим наследием он поделился со всеми нами. Вот тут сразу скажем, что жития святых в изложении святителя Дмитрия Ростовского, это было любимое народное чтение, ну, конечно же, после Евангелия, после Священного Писания, и люди зачитывались, да, вот они делились этим друг с другом, пересказывали по памяти жития святых. И святитель Дмитрий, он когда описывал, то он писал не просто вот какие-то там биографии, да, ну, биография это человеческая такая вот сторона, а он старался показать вот промысел Божий о человеке, то есть чем отличается вот житие от жизни, ну, жизнь это вот биография имеется в виду, это описание просто вот каких-то сухих фактов, а ведь есть еще промысел Божий, а промысел Божий старается человека привести к спасению, и вот святитель Дмитрий, он описывает житие именно как промысел Божий о конкретном святом человеке, и Господь ведет вот к духовным победам этого подвижника, потому что если не будет духовной победы, да, все завершится поражением, то какое же это житие? А вот когда явлены с помощью благодати Божией победы, да, то вот оно и житие. И когда мы читаем жития святых, то мы тоже получаем для себя духовные уроки, ибо жития святых — это Евангелие, представленное как бы вот в жизни, в реальном исполнении. То есть Евангелие, оно не абстрактно, оно дано не для того, чтобы мы просто вот поудивлялись, да, восхитились учением евангельским и вот отложили саму эту дивную книгу куда-то там в шкаф, а Евангелие дано для исполнения. А кто исполнили? Исполнили святые люди. Они в своей жизни явили Евангелие самым вот сердцем своим, исполняя заповеди, да, и в делах своих исполнили. Поэтому жития святых — это вот практическое исполнение в реальной истории человечества слов Господа Иисуса Христа, воплощение Евангелия в жизни. И святитель Дмитрий, вот проникшись духом святых подвижников, святых мучеников, людей, он смог передать то самое главное, что они явили в своей жизни, и он делится этим наследием со всеми нами. Надо сказать, что святитель Дмитрий, он родился и жил в такое вот переломное время, и в тех местах, где вот было соприкосновение самых разных культур, да, и шла постоянно борьба на самом деле вокруг этих мест. Святитель Дмитрий родился в декабре 1651 года в Малороссии, не очень далеко от Киева, было такое местечко Макаров, и вот отец святителя Дмитрия, ну, самого святителя тогда звали еще, значит, Даниил, отец его Савва Григорьевич Туптало был сначала простым таким вот казаком, да, войско Запорожское, а потом после рождения сына уже становится даже сотником, вот. Вот, но причем, что интересно, сам святитель Дмитрий впоследствии, когда он подписывал документы, он никогда вот не подписывался как Туптало, и некоторые утверждают, что это было вот просто таким фамильным прозвищем имена отца, а вообще род был Савичей, и в некоторых случаях сам святитель Дмитрий, он подписывался как вот Дмитрий Савич. Да, но для нас, наверное, это все вторично, вот мама его Мария Михайловна и родители были глубоко благочестивыми людьми. И тут надо отметить, что вот отец его, когда сын родился, отцу было уже 52 года, до этого рождались дочери, то есть у святителя Дмитрия были сестры, там, три или даже четыре, вот как в разных источниках упоминается, и вот не было сына, и родители много молились. То есть Дмитрий, тогда еще Даниил, это вымоленный сын. Родители молились, чтобы родился сын, и вот он рождается, а отец, вот представьте себе, что сын родился отцу 52 года, а прожил его отец. Вот не поверите, но это четкий такой факт, который зафиксирован был самим святителем Дмитрием в его записках. Отец прожил 103 года, что для того времени вот просто что-то колоссальное. То есть он весь 17 век, значит, прожил, да, и отошел ко Господу уже в 1703 году. И отец его, даже когда ему было 82 года, он оставался в строю, он, там описывается, как он для разведки тоже выезжал со своими казаками вперед, да, и очень такая была у него активная жизнь. Но, конечно же, во второй половине он все больше задумывался о спасении своей души, много молился, и он благотворил монастыря. И вот он был благотворителем, как тогда говорили, ктитором Кириллова монастыря в Киеве, и жизнь свою оканчивает именно в этой обители. Кстати, имама святителя Дмитрия, Мария Михайловна, она тоже там же погребена, ну а сестры святителя Дмитрия, они приняли монашеский постриг. И получилось так, что, ну, видимо, какой-то тоже божий промысел, что одна за другой они становились игуменями в Киевском и Орданском монастыре во имя святителя Николая Чудотворца. То есть род очень благочестивых таких людей, да, семья, посвященная всецело Богу. И понятно, что этому благочестию их обучали с самого детства. То есть у святителя Дмитрия были очень благочестивые родители. Еще добавим, братья и сестры, что вот с самого детства святителю Дмитрию прививали любовь к образованию, у него было очень хорошее домашнее образование, и отец привозил с собой книги, сын читал, да, и вот любовь к книжному учению и вообще к книгам, она самых детских лет в нем жила, в его сердце. А когда ему 10 лет, они переезжают в Киев, вся семья переезжает, отец уже сотник, да, и там существовала, вот в то время это была знаменитая такая вот школа, Киево-Могилянская, или вот еще говорили Киевское братское училище. Это вот то училище, которое основано было святителем Петром Могилой, да, как бы вот в противовес католическим школам, хотя невольно приходилось некоторые книги ученые их брать именно Западом, потом уже как бы вот разрабатывать свои. И Киевское братское училище, оно было весьма авторитетным, престижным учебным заведением в пределах Южной, Западной России, чуть погодя оно стало даже вот Духовной Академией, там старались вот получать особое образование, да. И вот, значит, святитель Дмитрий, тогда еще Даниил, он там обучается, и в нем раскрываются таланты, он становится одним из первых учащихся, причем он не участвует в каких-то там детских вот отроческих шалостях, которые сверстники творят, он любит сидеть за книгами. Ну и, конечно же, часто стремится в храм вот эти две черты святителя Дмитрия с юных лет, то есть книжная ученость и благочестие, желание глубокой сердечной молитвы и в том числе вот, значит, разумное такое познание, познание умное, что и отразилось в его собственных сочинениях. Именно в этом училище святитель Дмитрий овладел искусством оратора, и впоследствии, когда он был знаменитым проповедником, его везде уже приглашали, да, вот всему этому обучился он именно там. Однако учеба длилась его всего лишь несколько лет, там три или четыре года, это была вот первая ступень. А почему так произошло? Потому что в 1665 году училище было разорено. Но с чем это было связано? И вот тут мы должны, конечно, отметить, что Малороссия, она как раз находилась вот на острие борьбы двух держав. Это вот Царство Российское и Речь Посполитой, то есть Польское государство. И чуть ранее ведь все эти территории, они находились в зависимости именно от Польши, то есть фактически они входили в пределы государства польского, а поляки насаждали свою культуру, да, они пытались вот православных христиан перетянуть в унию, то есть внешне вроде бы все те же самые православные обычаи, традиции, даже богослужение идет по-прежнему, но уже подчиняются римскому папе. И уже католическое вероучение внедрялось в душу людей, поэтому в пределах Малороссии образовывались такие вот православные братства, которые старались вот именно основывать такие вот школы духовные, держаться за счет просвещения православного, духовного слова, чтобы проповедь была живая. А потом, как вы знаете, Богдан Хмельницкий выступает за присоединение к Русскому Царству, и, в общем-то, относительно быстро войско Запорожское, оно приняло русское подданство. Приняв вот именно московского царя, но после этого последовала война, и, значит, то поляки там побеждали, то наши, и гражданская война. Вообще все это затянулось там чуть ли не на 30 лет. Вот представьте, святитель Дмитрий жил именно в эти годы, причем сам он, надо прямо сказать, что святитель Дмитрий, он сторонился вот политике, да, вот этих каких-то там постоянных вот этих веяний, то таких, то таких вот борьбы. Он всецело служил Господу Богу, а на политической арене вот ситуация постоянно менялась. И в итоге вот училище было разорено, ему пришлось его покинуть. Потом, чуть погодя, мы знаем, что даже отец его, Савва Григорьевич, когда защищал вот Киев от поляков, он в итоге попал в плен, освободился лишь через два года. То есть очень такие непростые были времена. И вот представьте, братья и сестры, что святителю Дмитрию тогда всего лишь было 17 лет, когда он уходит в монастырь. Родители его, разумеется, благословили, и он уходит в Киевский Кириллов монастырь, тот самый, которому благотворил отец его, да, то есть вот как-то они были немножко вот связаны с этой обителю. И уже в том же году он принимает постриг с именем Дмитрия, а через год его рукополагают в Сан-Иеродиаконах, всего лишь 18 лет, да, но собор монастырских старцев посчитал, что святитель Дмитрий, он уже внутренне готов к такому служению. И проходит еще где-то вот лет шесть, и его направляют к архиепископу Черниговскому для рукоположения в Сан-Иерея. Ну, иеромонах. Иерей из монахов, он иеромонах. В то время Черниговскую кафедру возглавлял архиепископ Лазарь Баранович. Конечно, сейчас не всем это имя что-то говорит, а вот святитель Дмитрий отзывался о нем как о столпе церковном, потому что вот в том противостоянии, да, когда Запада шло католическое влияние, и православные, они находились вот под постоянным таким вот прессингом, да, архиепископ Лазарь, он выступал как вот исповедник православной веры, и он посвящает в иеромонахе святителя Дмитрия и достаточно быстро приглашает его к себе в епархию, в Черниговскую епархию, в качестве проповедника. Вот святому Дмитрию, отметим это, ему именно благословили быть проповедником. Ну, сейчас это кажется вот немножко так вот странным, ведь каждый священник, он должен проповедовать и призван к этому. А дело в том, что к 16-17 веку сложилась такая немножко грустная традиция, что в храмах живой проповеди почти не было, потому что мало было ученых-священников. То вот эти вот постоянные, значит, вот нашествия, да, то монголо-татары, там, то вот эти вот войны с Польшей, притеснения православных, все это не способствовало развитию православного образования, просвещения, и в храмах уже привыкли просто вот зачитывать из книг какие-то поучения. Поучения святых отцов, там, из духовных сборников, а люди ждали живой проповеди, и не было достаточного количества проповедников. И вот святитель Дмитрий, он был именно таким прекрасным, талантливым проповедником, и его стали приглашать в разных местах, в разные епархии. Православные братства, которые вот как очаги православной веры, в противостоянии с униатами, они тоже очень заинтересованы были в появлении вот таких пламенных проповедников, и святителя Дмитрия везде приглашали. Святитель Дмитрий проповедовал и в пределах Польши, и в пределах Литвы. Например, как-то он отправился в Новодворский монастырь, а Новодворский монастырь основан был как раз вот для противодействия унии, которая шла к нам с запада. И, значит, там вот в Новодворском монастыре ожидалось перенесение чудотворной иконы Божией Матери. По преданию эту икону написал сам святитель Петр, митрополит московский. И вот святитель Дмитрий, он приезжает как раз, чтобы тоже участвовать во встрече чудотворной иконы Божией Матери, и там он произносит проповеди, потом, значит, в других местах. А тут добавим, что Новодворский монастырь – это вот сейчас пределы Белоруссии, недалеко от Пинска, а тогда это были литовские именно земли, и там проповедовал тоже святитель Дмитрий. Но его вызывает обратно в Малороссию Гетман Самойлович. Святитель Дмитрий прибыл к Гетману Самойловичу в город Батурин, а этот город был основан польским королем Стефаном Баторием, и даже вот по имени короля, то есть от имени Батория город Батурин. Почему мы об этом говорим? Потому что насколько там все было переплетено, да, и вот всякие разные влияния, и борьба шла за эти, значит, места, да. Но и при этом все равно Господь вот являет подлинным служителем своей Церкви Святой, служителем исповедников веры Христовой, исповедников Евангелия. И вот святителя Дмитрий в это время начинает приглашать в качестве игумена то в один, то в другой монастырь, но сам святой он не хотел этого, потому что административные должности, они очень отвлекают, и не каждый может их потянуть, но все-таки он уступает Гетману и соглашается стать игуменом Максаковской обители. И вот Гетман Самойлович отправляет святого Дмитрия для поставления игуменом к архиепископу Лазарю Барановичу в Чернигов, а тот, когда только-только встречает, значит, утром еще до литургии, встречает святого Дмитрия и открывает, значит, конверт и говорит, что вот я еще не читая письмо Гетмана, сразу говорю, да благословит вас Господь, да, и я даже желаю вам созвучно с вашим именем Дмитрия Митру, то есть не только быть игуменом, но и получить Митру, Дмитрий Митра. Ну, а Митры получали на самом деле архимандриты в то время, и впоследствии вот это, значит, пожелание архиепископа Лазаря, оно тоже исполнилось, а в этот самый момент уже вот на литургии святой Дмитрий был посвящен во игумены. Вот тут еще надо что отметить, братья и сестры, что хотя святой Дмитрий не раз был игуменом в самых разных монастырях, да, но он вообще административных обязанностей тяготился, да, он исполнял их, но душа его лежала больше к таким вот ученым, просветительским трудам и к делу проповеди. Вот через год он был уже игуменом Николаевского Крупицкого монастыря, а само название такое вот редкое, да, необычное, Крупицкий монастырь, и святитель Дмитрий объясняет, почему это вот было такое предание, и святой Дмитрий даже записал это предание на престольном Евангелии на одной из обложек. А предание таково, что когда вот много было всяких нашествий со стороны там крымских татар там и других, то обители, она настолько вот испытывала голод, что вкушать было просто вот нечего, и люди взмолились Господу, и когда они вышли из обители, то увидели, что с неба падают буквально вот крупицы вот этой вот манны небесной, которая когда-то подавалась богоизбранному народу в пустыне, когда вот людей Моисей вывел, им подавалась манна небесная, а тут вот это чудо повторилось для отдельно взятого монастыря, и люди смогли насытиться, они спаслись от голода, и вот это предание жил, и поэтому монастырь получил название Крупицкий. Отметим, братья и сестры, что вот святой Дмитрий, когда он был простым монахом, да, и когда он игумен, возглавляющий монастырь, и впоследствии, когда он уже епископ, святитель Ростовский, он вел очень трезвенную такую духовную жизнь, строго постническую, ну, например, Великим постом, когда вот Первая Седмица, или Страстная Седмица, вот представьте себе, что он вкушал всего лишь один раз в неделю, не один раз в день, а один раз в неделю, в четверг, то есть на Первой Седмице он вкушал пищу один раз в день, только вот в четверг, и на Страстной Седмице он вкушал пищу только в Великий Четверг, Страстной Четверг, вот настолько был он строг, да, и при этом никогда он не набирал себе имения, имущества, то есть у него не было никаких в келье дорогих предметов, ну, правда, за исключением книг, вот книги он собирал на протяжении своей жизни, это был для него источник знаний, это необходимо было для его просветительской работы, и набрал он в целом более 500 книг, конечно же, вот, ну, в плане чисто внешнем это было очень такое значимое сокровище, хотя для святого Дмитрия это прежде всего духовное сокровище, а в своих проповедях он не боялся это изобличать и сильных мира сего, да, ведь в храмы приходили в том числе представители, там, вот, и шляхтичи, там, каких-то дворянских родов, вот, которые тоже хотели что-то послушать, такое необычное, интересное, а святой Дмитрий, он как проповедник уже был знаменит, и вот он говорил, например, что если Господь дал вам богатство, то вы призваны послужить от этого богатства бедным, неимущим, потому что Господь в конечном итоге взыщет с вас, как вы распорядились, и это имение, оно не вполне наше, да, это вот Божий дар, и мы распоряжаться им должны в соответствии с волей Божией, то есть заповедями Божьими, которые изложены в Священном Писании, а главное заповедь – это милосердие. И вот наступает такой момент, когда святителя Дмитрия приглашают в Киево-Печерскую лавру, а для чего приглашают? Там вот был наместник, который тоже его знал, архиепископ Варлам Ясинский, и он предлагает святому Дмитрию заняться именно составлением полного свода житий святых. Дело в том, что вот на самом деле эта задача, она уже была поставлена чуть раньше. И святитель Петр Могила, и другие предстоятели Киевской митрополии, и, значит, настоятели Киево-Печерской лавры, они понимали, что для просвещения людей это имеет ключевое значение. Дело в том, что вот под удавкой вот этой западной культуры и под давлением униатов православная книжность, она угасала. И получалось так, что вот у католиков есть свои жития святых, которые они подавали под своим ключом, да, вот, и пытались вот продвинуть свои католические мысли. А православные книги, которые в храмах, захваченных униатами, они находились под спудом. То есть, если храмы были у униатов, то православными книгами уже не могли воспользоваться православные люди. И поэтому нужно было составить вот некую базу духовной письменности. Таковой являлись жития святых. Конечно, в XVI веке в пределах русской православной церкви этот масштабный труд уже предпринимал святитель Макарий, митрополит Московский. Он достаточно долго тоже вот работал над собиранием житий святых, разных духовных поучений. У него был такой коллективный труд. То есть, он находил тех, кто мог трудиться в этом направлении. Но это был больше такой вот труд чистого собирания. Когда вот то, что было, оно было собрано в единый свод. И труд святителя Макария, он был очень важным. Он был масштабным, но все-таки не всеохватывающим. И поэтому через вот столетие, да, через столетие с небольшим была поставлена новая такая задача составить более полное описание и тщательно это проработать. То есть, нужно было изучить вот все жития святых, вот сверить с научными исследованиями и постараться вот предложить какое-то такое оптимальное изложение для простого народа. И если сказать прямо, то никто не мог справиться с этой задачей. И только святителю Дмитрию Ростовскому это пришлось по душе. У него вот в сердце нашелся отклик к этому делу. И он имел такую целеустремленность, что готов был всю свою жизнь положить вот на этот труд. И вот святитель Дмитрий начинает этот масштабный труд, когда ему 33 года. И он начинает в Киево-Печерской лавре. Он тщательно прорабатывает источники и выписывает книги, ученые книги с разных мест. Надо сказать, что из Запада тоже он получал вот некоторые такие вот описания житий святых, в том числе с научной проработкой. Он знал и латинский язык, и польский язык. Ну, конечно же, греческий, славянский. Поэтому он подошел к своей работе очень и очень тщательно и аккуратно. Но кроме того, у него иногда были даже такие духовные видения, прозрения. Вот как он сам описывает, что в своем дневнике он рассказывает, что однажды, вот он приводит и число там, в такого-то числа, там в понедельник. Я вот утром услышал благовест к заутренне, но писал он очень смиренно про себя, что по обыкновенной своей ленности разоспавшись, не поднялся вовремя и даже вот проспал до чтения кофизмы, то есть чтения псалтыри вот на утренне. И тут вдруг вот я вижу видение, что как некая пещера, где гробницы с мощами святых, и вижу гроб, в котором покоятся мощи великомученица Варвары. А святой Дмитрий, он имел особую любовь вот к великомученице Варвары, рассматривал ее как свою покровительницу, и у него были даже вот частицы мощей, которые ему когда-то подарили, часть мощей святой великомученицы Варвары. И вот, значит, он хотел как бы расчистить гробницу, она немножко прогнила, и когда перекладывал мощи, то вдруг увидел, что святая великомученица, она вот как живая обращается к нему, смотрит на него, и он говорит ей покаянно, «Святая благодетельница моя Варвара, умоли Бога о грехах моих». И вдруг она ему отвечает, «Не знаю, могу ли умолить, ибо ты молишься по-римски». Ну, тут вот надо, конечно, заметить, что, конечно, когда святой Дмитрий учился вот в этом училище Киево-Братском, то там, естественно, были некоторые книги, они вот с запада, да, и, возможно, было какое-то небольшое такое влияние, но сам святой Дмитрий, он объясняет это тем, что в тот период вот в ученых трудах он немножко сокращал свое, значит, правило молитвенное, и он так пишет, что вот это, видимо, сказано было мне, потому что я мало молился, так же, как вот и католики, они с очень небольшим молитвенным правилом обращаются к Богу. Ну, в общем-то, действительно, если сравнить наши всеночные продолжительные, да, и даже вот литургии, которые очень долго длятся, или сравнить их с мессой католической, то явно у католиков все намного быстрее, и когда вот великомученица Варвара как бы вот так укорила, то он со страхом стоял, и тут она, говорит, улыбнулась и стала произносить теплые слова, сказала вот не бойся, и другие еще какие-то утешительные слова ему произносила, и, в общем, у него на душе уже было такое благодатное утешение. А прошло где-то вот месяца три-четыре, и уже это вот был рождественский пост, святой Дмитрий только-только, значит, описал страдания мученика ареста, и оставался вот буквально час где-то до утренней, то есть, представляете, он в ночь трудился, вот час до утренней, и он прилег немножко вот отдохнуть, вот как был в одежде, и тут вдруг видит, как является ему сам мученик арест, смотрит на него, ну, причем с радостным таким лицом, но и в каком-то смысле тоже укоряет святого Дмитрия, и говорит ему, посмотри, я больше пострадал, нежели ты, описал. И тут вдруг показывает ему правый бок, там рана, и говорит, сие железо мне прожжено, то есть вот железо, которое было раскалено у мучителей вот этих, и они приложили к его боку, и даже внутрь это проникло. Потом, значит, показывает ему правую руку, и на сгибе локтя там перерезаны, и даже сухожилия видны, и говорит, что вот сие мне перерезано. Потом показывает на левую руку, и сие мне перерезано. Потом на ногах своих показывает, тоже на сгибах колен там, значит, тоже у него раны, и он говорит, а сие косое у меня пересечено. Вот видишь, я больше пострадал, нежели ты описал. Получается, святой Дмитрий, он опирался на какие-то литературные источники, но все литературные источники, они очень и очень недостаточны. А святые, на самом деле, может быть, они претерпели больше, и вот в таком духовном видении было открыто святому Дмитрию. А тут, значит, он думает, какой же это арест? Может быть, он из числа пяточисленных? Ну, там были еще вот пять мучеников, среди которых тоже мученик с таким же именем арест. И вдруг вот этот угодник Божий, который ему явился, прямо ему на его мысли отвечает, нет, я не тот арест, который от числа пяточисленных, я тот арест, житие которого ты сегодня, и страдания которого ты сегодня записал. Ну и святой Дмитрий говорит, что за ним стоял еще какой-то вот муж, тоже какой-то вот мученик, и я хотел было обратить на него внимание, он ничего не говорил, но тут вдруг раздался благовест, колокола ударили к службе, и я от этого видения очнулся. Конечно, такие видения, они были исключительные, и очень-очень редко, но получается так, что святой Дмитрий, вот он настолько душой своей погружался в эту сферу житий святых, их страданий, мучений, что иногда даже сами святые ему подсказывали. Но, конечно, работа над житиями святых, она шла очень и очень нелегко, с огромным напряжением сил, и были свои вот нерешенные вопросы, нерешенные задачи. Ну, получилось так, что когда вот первые-первые книги были изнаны, ну, точнее, это была первая книга, которая объединяла три месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, то отослали потом в Москву, и патриарх Иоаким был недоволен. А это как раз вот совпало с тем периодом, когда уже Малороссия, она окончательно бы соединилась, то есть включилась в Российское царство, то есть это 1686 год, и требовалось решать вопрос о церковном подчинении Киевской митрополии, Русской православной церкви, потому что некоторое время Киевская митрополия, она как бы дрейфовала, немножко так обособленно подчинялась в каком-то смысле Константинопольскому патриархату, но в конечном итоге, вот в те же самые годы, она и присоединилась к Русской православной церкви и уже подчинялась патриарху московскому и всея Руси. А тут получилось так, что как раз вот пока вот эти вот, значит, нестроения там все решаются, а малороссийские архиепископы, они не очень хотели вот подчиняться московскому патриарху, ну, это вот историческая правда, то есть было такое, потом правда стали, все равно включились в состав Русской православной церкви, а тут пока вот они не хотели подчиняться, то они обособленно издали вот эту первую книгу, первую часть житий святых на три месяца, и, к сожалению, там пару мест было, которые восприняты из католических учебников, и не совсем вот они были точны. И потом вот патриарх Яким на это обратил внимание, и, в общем, достаточно строго так взыскивал, но святитель Дмитрий, он, естественно, согласился на все исправления, потому что он себя вот не выпячивал и не считал, что он такой всезнающий, всеведущий, и дальше уже вот более гладко шла эта работа. И вот что удивительно, вот если мы посмотрим в целом письменность того времени, ведь святитель Дмитрий оказался самым успешным, самым выдающимся автором, духовным автором того времени, а никто не смог подняться до этого уровня, вот и по объему, по количеству, и по уровню созданных книг, но он сам себя не считал каким-то вот светочем, там светилом. Когда ему его друг Фиолог в одном из писем говорит, что твои труды – это вот такое просвещение, это вот свет для людей, то есть ты как бы вот светоч, то он в ответ очень смиренно и скромно пишет, что вот, а вот по поводу святения, то труды мои – это мрак и тьма, а вот помолись за меня, Господу Богу, который есть свет истины, чтобы он просветил меня светом своим. И всегда на протяжении всей жизни у святителя Дмитрия, у него удивительная скромность, он никогда вот не считал себя кем-то великим, выдающимся, он терпеливо, смиренно выполнял свои труды, насколько позволяли силы, и при этом считал, что ну вот пусть это будет все по воле Божией, а не сам я что-то такое вот значит осуществил. Святого Дмитрия не раз приглашали и назначали даже игуменом куда-то, но тут, значит, проходит время, он старается от этого освободиться, потом, значит, опять, опять освобождается. А потом был момент, когда его направляли в Москву, причем такая несколько необычная делегация, он поехал вместе с гетманом Иваном Мазепой, ну не сам поехал, его направили, потому что Иван Мазепа был, значит, признанным гетманом, да, и вроде бы вот тоже в пользу Российского царства, это уже потом, в самом конце своего пути, он стал предателем, а тогда вроде бы он за вот как раз вот присоединение этих земель к Российскому царству, ну так и было, что действительно, тогда он был за. И святой Дмитрий, он именно в его компании ездил в Москву и являлся вот к царскому двору, причем опять-таки вот он приезжает, да, сам святой Дмитрий, он все время сторонился вот политики и вот этих воинственных вот этих противостояний, а тут, получается, он приезжает, а там уже стрелецкий бунт, и Петр Первый, он вообще скрывается в Троице-Сергиевом монастыре, в Москве Софья, и, значит, святой Дмитрий, он то вот является к Софье, потом он едет в Троице-Сергиев монастырь и там встречается с Петром Первым, и были беседы с патриархом Иоакимом, и патриарх Иоаким расположился к святому Дмитрию и благословил его на эти труды, ну, невзирая на вот какое-то предыдущее недовольство. Все-таки благословение было, и даже икону Божьей Матери он преподнес святителю Дмитрию, вот как свое патриаршее благословение, и проходит еще сколько-то времени, святой Дмитрий все трудится, трудится вот в Малоруссии, и вдруг его направляют в город Москву для посвящения воепископа. Это 1701 год, и к этому времени святой Дмитрий, он уже действительно был архимандритом, то есть ему действительно дали митру, исполнилось то предсказание и пожелание, которое высказал архиепископ Лазарь Баранович, а вот теперь вызывают, и он не мог, значит, сопротивляться. Вот тут такая черта святого Дмитрия, что когда кто-то очень настаивал, чтобы он был игуменом, или вот теперь, значит, как епископом, то он как-то не очень сопротивлялся, он, может быть, считал, что это воля Божия, промысел Божий, а потом от игуменства часто отходил ради ученых трудов, потому что административные дела они просто засасывали. И вот вызывает его, а что получилось? Петр Первый в это время обращал внимание, такое тоже пристальное внимание на дальневосточные края этого, значит, Сибирь, который прилегал к Китаю. И тут вдруг обратили внимание на то, что Китай, он не прочь устанавливать какие-то взаимоотношения, там, дипломатические, торговые. И неплохо было бы, как бы вот, думал Петр Первый, тоже закрепить там свое влияние, в том числе посредством христианского просвещения среди китайцев. В Китае находились некоторые пленные казаки, с ними приехал тоже священник, который уже выстроил храм. И вот подумали, что надо бы туда вот отправить епископа, который просвещал бы вот не только сибирские народы, но и самих китайцев. И долго думали, кого туда направить. И вот как Петр Первый писал, обращаясь в сибирское ведомство, он давал такой приказ, что надо просвещать китайцев в христианской вере очень осторожно, со смотрительностью, чтобы не вести китайских начальников в злобу, ну и в том числе не раздражать иезуитов, которые там тоже находились. И для этого он говорил, нужно послать епископа, не столько ученого, ну епископа и попов, не столько ученых, сколько сообразительных и покладистых. То есть не тех, которые слишком там в книжной учености пребывают, а таких, которые имеют жизненную смекалку и покладистый характер, и знают, как правильно, конкретно с людьми работать, чтобы никого не настроить против себя. То есть во всем этом был, в том числе, такой дипломатический подтекст. Ну и когда стали все это смотреть, Петр обратил внимание на малороссийское духовенство, потому что там многие были образованы. И из этого духовенства отправляется как раз святой Дмитрий. Был там еще один кандидат. И вот когда они приезжают, то именно святому Дмитрию предлагается стать митрополитом Тобольским. То есть тот, который вот именно главный в Сибири, но с тем расчетом, что будет просвещать, значит, вот и китайцев. И вот святого Дмитрия рукополагает воепископа. И вроде бы надо бы ему отправляться, но тут вдруг все планы сбиваются. Святой Дмитрий разболелся. На самом деле-то он ехать туда и не очень-то хотел. А представьте, вот в то время, вот эти вот тысячи километров на Дальний Восток, вот, ну как, тогда все-таки это действительно очень-очень дальний был Восток, сибирские края, да еще плюс в Китае, вот изучать еще, значит, и китайский язык. И тогда просто вот рухнет главное дело жизни святого Дмитрия написание житий святых. И каким-то образом вот промысел Божий так все повернул, что святой Дмитрий, он уже и епископ, но в то же время он не поехал в этот отдаленный город Тобольск. Вместо него поехал святитель Филофей Лещинский. А Петр Первый, когда вот он навестил, значит, самого святого Дмитрия, видел, что действительно здоровье у него слабое, и такой план он никак не реализуем, то он позволил ему дождаться вот какой-нибудь кафедры поближе к Москве. И через небольшое время как раз вот умирает предстоятель ростовской кафедры, кафедры епископской в городе Ростове Великом. И вот туда-то святой Дмитрий и назначается как правящий архиерей. Святой Дмитрий прибыл в Ростов в 1702 году, и первым делом он, как только приехал, он зашел в Спасо-Яковлев монастырь. И приходит в собор, и там, значит, молебен служить. И вот вдруг он показывает на правый угол собора и говорит, «Се покой мой, здесь вселюся век века». Вот как бы он прозрел, что это будет место его будущего упокоения. И люди это запомнили, потом действительно именно там его и похоронили. И вот семь лет он совершал свое епископское служение. И он в первой же проповеди обозначил смысл своего служения. Он сказал, что я пришел не для того, чтобы мне послужили, а для того, чтобы вам послужить для общего спасения. Святой Дмитрий поддерживал неимущих, страждущих людей и устраивал бесплатные трапезы для таковых. И вот когда он видел, что собираются там и калеки, и какие-то увечные страждущие люди, то он говорил, что это для него самого пример терпения, что вот люди терпят такие беды и все равно всецело доверяются Господу Богу. Но в то же время вот святой Дмитрий, когда увидел, что вот в целом дела какие в ростовской епархии, то был весьма огорчен, потому что много было суеверий. И духовенство казалось очень и очень необразованным. И вот он рассказывает, что когда предпринял путешествие по епархии, то посетив один храм, он спрашивает священника, а где хранятся животворящие тайны Христового? Потому что ему хотелось поклониться святым дарам, и обычно ведь на престоле должны храниться святые дары. И вдруг священник молчит, не знает, что ответить. Потом святой Дмитрий его прямо спрашивает, где тело Христового? И он опять не знает, что ответить. И тут говорит святой Дмитрий один из свитых, знающий священник, подходит к тому и говорит, где запас? И тогда тот тут же сообразив, значит, из-за какого-то угла достает сосуд зело гнусный, говорит святой Дмитрий, в котором вот в небрежении хранились святые дары. И я, говорит, возболезновых и огорчихся сердцем моим. То есть святой Дмитрий, конечно, очень переживал, что люди вот настолько неблагоговеяны к святым дарам, и он очень много проповедовал на эту тему, что должно быть благоговение, да, и чтобы люди понимали значение святых тайн и вообще христианских истин, он старался просвещать людей, он обратил внимание на то, что вот в семьях священников отцы, то есть сами священники, они недостаточно детей своих обучали вере, и говорит, что, ну делится таким наблюдением, что когда приходили сыновья священников, чтобы быть посвящаемыми на места отцов своих, это вот была такая традиция в синодальный период, сложилось, что когда вот умирал значит отец священник, то на его место сын заступал и получал как бы вот это вот место, и вот тут значит они приходили сыновья, да, и святой Дмитрий спрашивал, а когда вы в последний раз причащались, и те отвечали, что уже и не помнят, когда в последний раз причащались, и вот святой Дмитрий был этим тоже очень огорчен и старался привить подлинную церковность всем, кто находился в его епархии, и ради этого он в том числе создает духовное училище. В Ростове действительно было прекрасное духовное училище, пожалуй, первое среди епархиальных училищ русской православной церкви, оно рассчитано было на три года, значит, над каждым классом, курсом свой учитель, и сам святой Дмитрий, он часто общался с учащимися, набрали 200 человек, да, и он, значит, толковал священное писание, и Новый Завет, и Ветхий Завет, и для того, чтобы лучше ученики обучались преподаваемым истинам, он даже устраивал вот такие сценические представления, где ученики учились произносить речи на сцене, публично выступать, и сам святой Дмитрий, он даже написал вот некоторые пьесы, посвященные тем или иным событиям церковного года, например, Рождеству Христову и там другим тоже праздникам, то есть, это была очень такая разносторонняя образовательная деятельность, но, к великому сожалению, всего лишь три года продержалось это училище, потому что не было средств, и святой Дмитрий, он свои средства отдавал, от монастырского приказа трудно было получить необходимое содержание. Святой Дмитрий очень много полемизировал с расколом, и были представители раскольников, которые здесь возвышали свой голос, и смысл-то в чем? В противостоянии, что старобрядцы, они делали акцент именно на спасительность самих обрядов, тогда как обряды – это исторические одежды церкви, это то, во что церковь облачается в тот или иной период, но есть самое главное – это догматическое предание, это догматы, которые должны оставаться нерушимыми на протяжении всего исторического бытия церкви, а что касается обрядов, то хотим мы того или нет, но у разных поместных церквей они бывают разные, и с эпохами историческими обряды тоже претерпевают изменения, поэтому нельзя привязываться именно к одному какому-то обряду и рушить из-за этого церковное единство, вот как говорили по этому поводу некоторые древние отцы церкви, они говорили так, что в главном должно быть единство, во второстепенном разнообразие, а во всем любовь, то есть вот есть нечто главное, это наше исповедание веры, символ веры, догматы, которые на вселенских соборах излагали святыми отцами, а во второстепенном разнообразии это вот те обряды, которые бывают в ту или иную эпоху, и святому Дмитрию приходилось об этом тоже говорить. Конечно, он не во всем поддерживал в том числе вот Петровские реформы, потому что упразднили патриаршество, и не все, что Петр Первый брал Запада, приносило пользу русскому обществу, то есть оттуда также приходили некоторые соблазны, и западная культура, она тоже проникала через вот эти книги, которые оттуда шли, и некоторые люди, они теряли церковности, много вот таких вот и блудных искушений тоже приходило. А святой Дмитрий, он исповедовал такую строгую православную церковную жизнь, но в то же время он говорил людям, что вот не надо впадать в какую-то панику, думать, что все уже рушится, что времена антихристовые, и вот однажды к нему обратились двое из ростовских жителей, подошли прямо на улицу, говорят, что вот нам повелели брить бороды, и мы решили, что ни в коем случае на это не идти, готовы головы свои положить, только не отдавать свои бороды. Ну и святой Дмитрий, когда это описывает, говорит, что я вот поначалу даже растерялся, не знал, что сказать им от священного писания, а потом их спрашиваю, вот если, значит, сбреют бороду, да, или, скажем, отрубят голову, то что вырастет? И они отвечают, ну, конечно же, если сбреют бороду, она опять вырастет, а вот отрубленная голова вновь не отрастет, и тогда им и говорит святой Дмитрий, поэтому пусть лучше вам сбреют бороды, но головы останутся на ваших плечах, потому что сбритая борода, она может десять раз опять появиться, а голова однажды срублена, она уже не появится на том месте, ну, разве только во всеобщее воскресенье. И потом святой Дмитрий, он на эти темы тоже достаточно много беседовал, и говорил, что образ Божий, он не в бороде или в усах, и даже не в видимом лице человеческом, а в бессмертной душе человека, вот в той бессмертной душе, которая остается, сохраняется после смерти тленного тела. Что же еще скажем, братья и сестры, труды святого Дмитрия, они очень масштабны, он описывал и чудеса Божией Матери, у него и много духовных наставлений, проповеди, и вот, конечно же, масштабный труд, полное вот описание житий святых по всем месяцам, каждый день, все это было издано еще при его жизни, а сам он прожил всего лишь 58 лет, и вот в 1709 году уже какая-то сильная болезнь связана с легкими его, и вот когда он служил последнюю литургию, это был день его тезаименитства, 26 октября по церковному календарю на великомученика Дмитрия Солунского, то он отслужил вот литургию, правда уже кашлял сильно, не смог произнести проповедь, и уже написанную им проповедь прочитал один из служителей, а на следующий день вот под вечер он собрал своих певчих и просил, чтобы они исполнили духовные песнопения, канты, которые он сам написал, Иисусе мой прелюбезный и прочие песнопения, он долго слушал, прижавшись к горячей печке, рядом с которой хотел согреться, и когда вот уже певчи уходили, он попросил остаться одного из них, Савва Яковлева, он был не только певчий, но и писарь, он записывал сочинение святого Дмитрия Ростовского, и вот ему святой Дмитрий много рассказывал про свою жизнь, вот как он с детства любил молиться Господу, Божией Матери, всем святым, и он сказал так, что вот и вы, дети, старайтесь точно так же молиться, а потом вот низко поклонился вот этому простому певчему, поблагодарив его за труды его, потому что он и переписывал тоже книги, а тот смутился, растерялся, говорит, как же, владыка, ты вот мне кланяешься, но святой Дмитрий так же кротко ему говорит, благодарю тебя, чадо мое, и вот он остался один, и молился в ночь, и вот именно во время этой молитвы, молитвенно преклонившись перед Господом, он и расстался с телом, его душа перешла в иной мир, чтобы быть вместе с Господом и вместе со святыми, жизнь которых он очень тщательно и подробно описывал. Тело святого Дмитрия так и похоронили в соборе Святояковлева монастыря, как он завещал, а на отпевание приехал митрополист Стефан Еворский, друг его, и во время отпевания он часто повторял «Свят Дмитрий, свят». Святой Дмитрий действительно святой человек, вот прошло не так много времени, в середине 18 века мощи его были обретены, и было, конечно же, много свидетельств о чудесах от святых мощей святого Дмитрия Ростовского, и распространялась же молва о том, что его мощи чудотворные, и что святой Дмитрий помогает по молитвам тем, кто приходит к нему. Но самое главное, братья и сестры, это то, что святой Дмитрий донес до нас описание жизни святых. Повторим, что когда мы читаем «Жития святых», мы проникаемся духом святых людей, а дух святых людей он не разделен от Духа Божия, от благодати святого Духа, которая просветила святых угодников. Поэтому, братья и сестры, постараемся не забывать про святых, которые на небесах вместе с Господом пребывают, ибо сказано «Дивен Бог во святых своих», и Господь через святых угодников являет множество милости, множество чудес и благодатной помощи. А к святому Дмитрию Ростовскому с благодарной такой молитвой обратимся и попросим Его ходатайствовать о нас пред престолом всемогущего Господа, чтобы и нам тоже шествовать по вот этому вот пути, по которому шествовали подлинные служители Христова, святые угодники, и чтобы нам тоже сподобиться благодатных даров от Господа. Святителю отче Дмитрия, моли Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok